Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телекомпания «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Позади череда первомайских и майских праздников, главный из которых, наверное, День Победы. И сегодня часть нашего разговора мы посвятим именно этому событию. В гостях в нашей студии начальник организационного управления администрации Ленинского муниципального района, председатель Совета ветеранов Ленинского района Виктор Петрович Пикуль. Здравствуйте! Добрый вечер! Я предлагаю вначале вспомнить, как проходили праздники Дня Великой Победы. Мы посмотрим зарисовочку и потом поговорим. День Победы Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, это день победы, порохом пропах, это праздник с единою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи День победы, день победы, день победы, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. День победы, день победы, это день победы. День победы, день победы, день победы, день победы. День победы, день победы. 9 мая, несомненно, наверное, самый любимый народный, самый народный праздник. Как отметили его в этом году? Я так думаю, что вот даже те маленькие кадры, фрагменты, которые прошли в ходе подготовки и празднования Дня Великой Победы, действительно, самого любимого, самого дорогого, самого значимого для нашего народа и, конечно же, жителей всех категорий, всех возрастов Ленинского района праздник. В этом году мы традиционно, готовясь к нему, участвовали в самых различных мероприятиях. Я говорю обо всех жителях нашего Ленинского района, потому что готовились к этому событию и ветераны, в первую очередь, конечно, те, кто участвовал непосредственно в событиях тех далеких и славных дней. Готовилась молодежь, и нам очень приятно, и даже в кадрах, когда мы видим вот детей наших, которые непосредственные участники всех этих событий и мероприятий, значит, уверенность в том, что в надежных руках находятся наши будущие, идеи и идеалы, которые отстаивало старшее поколение. Поэтому, конечно, старшее поколение, в первую очередь, очень счастливо тем, как встречают этот праздник, и что наша молодежь, в первую очередь, не забывает чтить те традиции, любит свою историю, а значит, и в нашей стране, в нашей Родине будет хорошее будущее, надежная жизнь, ну и все условия для того, чтобы старшее поколение чувствовало себя комфортно и, самое главное, с исполненным долгом, вот принимало те поздравления и участвовало в общественно-политической жизни нашего и государства, и малой Родины. Ну, еще несколько, как бы, примеров этого, большого этапа и подготовительного, и уже непосредственно праздника, который мы отвечали 9 мая. Конечно же, в нашем районе прошел целый комплекс мероприятий. Они были и районного масштаба, и поселенческого. Очень много чего сделано на местах. Мы участвовали в региональных, то есть в областных мероприятиях, и федерального уровня. То же самое мероприятие проходили некоторые с нашим участием. Мы этим гордимся. И я вот рад сегодня сообщить, что, конечно же, может быть, все желающие не смогли попасть туда, куда нас приглашали, но, тем не менее, наш актив и наши те, кто, как мы считаем, порой передовики, кто в авангарде ветеранского движения, и вообще заслуженные люди, мы постарались, чтобы они приняли участие в различного рода мероприятиях и событиях, и различного уровня, и масштаба. Ну, к примеру, в параде победы на Красной площади, в замечательном параде, мы его все смотрели по центральным каналам телевидения, а его воочию там смогли посмотреть в качестве зрителей на трибунах четыре ветерана Великой Отечественной войны. И они своим там присутствием, конечно же, тоже нам дух поднимали, воодушевляли на то, что мы тоже вместе со всем нашим народом, со всей нашей страной, с его руководством, вот участвуем в таком знаменательном событии. Мы участвовали в областных мероприятиях, в приемах губернатора Московской области, которые проходили в честь этого праздника. В Ленинском районе прошли такие же приемы главы Ленинского района, глав поселений, массовые были концерты, чествование ветеранов, возложение цветов, посещение могил, мемориальных объектов и много-много всяких других мероприятий. В общем, ветеранов не забывают, не дают им покоя. Да, может быть, с одной стороны, это и хорошо, потому что и ветераны чувствуют, и люди старшего поколения понимают, что они пользуются вниманием, что они нужны, что они востребованы. И они готовы отдавать и свои силы, и знания, и опыт, и всех себя, к патриотическому, в первую очередь, воспитанию молодежи в нашей любимой родине, общественной работе. Силы у них для этого находятся всегда. Вот, кстати, насчет патриотического воспитания. Вот я помню, когда сама в школе училась, к нам всегда приходили ветераны, тогда еще молодые. Вот, сейчас приходят в школу, как у нас такое организовывается? Да, конечно же. Ну, вот я как пример могу сказать, что и в масштабах района, и в наших поселениях. А Ленинская районная ветеранская организация, председателем которой я являюсь, она объединяет ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, имеет свои первичные организации везде, во всех структурах и поселениях. В каждой школе есть закрепленный актив наш ветеранский за каждым учебным образовательным учреждением. И они обязательно посещают эти учреждения, они привлекают еще дополнительно актив свой, с мест, значит, и жителей, и людей старшего поколения, для того, чтобы участвовать в уроках мужества, других мероприятиях, которые проводятся в школе и для молодежи. Ну, это замечательно. Я вот даже такой пример приведу. Лично иду в канун Дня Победы по Ленинскому проспекту у нашего зенитного орудия, нашего славного мемориала, значит, который не так давно здесь был установлен. И, видновская гимназия, ребятки второго класса со своими учителями проводят своего рода линейку такую праздничную. Они читают стихи там, поют песни, рассказывают какие-то рассказы, воспоминания о участниках Великой Отечественной Мир. Я подошел к ним, и мы вместе с ними закончили этот урок, урок мужества, можно тоже сказать, урок вот такой, ну, правды, урок патриотизма. Вместе сфотографировались. Я обещал фотографии им обязательно передать, что сделаю, если кто-то смотрит нас, я это подтверждаю. И вот даже такие, я говорю, факты, они еще раз говорят о том, что вот в ответ на ваш вопрос, Татьяна, да, в каждой школе проводится большая работа по патриотическому воспитанию. И мы благодарны и управлению образованием, и нашим всем учебным заведениям за то, что там вопрос этот поставлен хорошо. Это хорошо. В череде праздничных мероприятий было одно яркое событие, которое сейчас, наверное, хотелось бы на нем остановиться. Это новый мемориал, да? У нас появился танк Т-80. Понял, о чем вы говорите. Да, очень замечательное место, мимо которого сейчас просто невозможно проехать, чтобы не посмотреть, все едут, оглядываются. Мало того, детей там всегда много, людей там постоянно много. Все приходят, фотографируются, смотрят. Единственное, экскурсовода не хватает, чтобы рассказал. Понятно. Может быть, на перспективу это надо продумать. В такие вот моменты или на такие события. Да, мы с 7 числа руководство района вместе с общественностью, с ветеранской организацией, городское поселение, видное, конечно, это их объект, на их территории, открыло вот этот замечательный очередной памятник, как мы его уже назвали. Это танк Т-80, это боевой танк, который участвовал в боевых событиях, реальных событиях на Северном Кавказе. Он не времен Великой Отечественной войны, но он как раз использовался уже продолжателями, или, можно сказать, теми, кто лучшие из традиций наших защитников Отечества воплощает и олицетворяет в наше время. Поэтому эта машина боевая, нам она была любезно предоставлена по обращению с руководством района Министерством обороны. И вот как раз в канун Дня Победы, 7 мая, этот очередной объект мемориальный появился у нас на территории городского поселения, видно. И, конечно же, я думаю, что он, правильно вы говорите, уже востребован, к нему идут и молодежь, и старики, к нему идут люди разных поколений, несут цветы. И самое главное, на этом фоне, с помощью таких объектов мы воспитываем хорошие чувства, патриотические чувства к защите Отечества, к любви к своей родине, к старшим поколениям, да и вообще любовь людей друг к другу. Воспитание тоже это очень важный элемент. Теперь только сохранить его нужно, чтобы все-таки красивое место оставалось красивым, потому что много людей, когда приходят, все-таки не всегда ведут себя, наверное, правильно. Есть планы, да, я согласен с вами, и об этом мы, может, еще немножко тоже поговорим по ходу нашей беседы. Но я думаю, что, да, на этот счет уже есть определенные тоже планы, и руководство городского поселения видно, и администрации Ленинского района. И я думаю, что там объект этот будет под пристальным вниманием, под охраной, под, как бы, ну, для него будут созданы те условия, чтобы там и безопасное и дорожное движение было, ну, и, самое главное, сохранность его, и чтили его, и относились к нему именно вот так, чтобы это был объект почитания. Мне бы хотелось перейти к другой теме, как к начальнику организационного управления администрации района. У меня есть к вам вопрос. Расскажите о последних событиях. Я знаю, что у нас такое немаловажное для нашего города событие и района нашего произошло буквально вчера. Ну, если вы позволите, я еще буквально несколько слов, чтобы совершенно завершить тему Дня Победы, вот скажу, и тогда, с вашего позволения, уже перейдем к истории вот этой и нашей, как бы, деятельности. Я еще как председатель Совета ветеранов просто хотел вот о чем сказать. На мой взгляд, очень важный момент вот тот, что мы, вот это и ветеранская общественность, да и руководство нашего района рассматривают празднование 69-й годовщины Великой Победы как определенный трамплин, как определенную ступеньку в подготовке к великому празднику, к знаменательному юбилею 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который мы будем отмечать в следующем году. Остается уже теперь чуть меньше года до этого события. И вот все наши действия, планы и административных структур, и общественности сейчас, конечно же, будут нацелены на то, чтобы подготовиться достойно к этому событию. И, наверное, это еще очень важно и потому, что, как мы видим, история и обстановка в целом, и внешнеполитическая, да и события вот у нашей братской Украины говорят о том, что вопросы патриотизма, вопросы понимания своего места и роли в истории, знания своих традиций, корней, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, Вот если это что-то нарушается, то происходит страшное. Фактически на Украине национализм начал возрождаться с помощью западных государств. Можно об этом говорить открыто, потому что эта информация как бы теперь доступная для всех. И там фактически началась гражданская война, что страшно, особенно для людей старшего поколения. Казалось, они фашизм, и все это давно победили, а ростки его, вот видите, при тех условиях, если нету достаточной работы по патриотическому воспитанию, нет понимания и уверенности в том, что история была твоего государства, первонарода правильная, что мы есть единый народ, что мы помним и гордимся своими предками и так далее, может вот такое происходить. Поэтому это, вот я как бы завершая разговор как раз по нашей вот этой первой части и по этой теме, хотел еще раз и ко всем обратиться и надеюсь, что мы будем помнить с вами и историю, и будем чтить память и погибших, и будем поддерживать и хранить, и содержать, и благоустраивать наши памятники, обелиски и так далее, и строить новые, создавать. И будем холить и лелеять, если вот такими словами можно выразить, вот допустим, ту же аллею славы, у нас в городе видно, и вечный огонь, я обращаюсь ко всем, тем, кто там любит гулять, кто там приходит почитать память погибших, кто там возлагает цветы, просьба большая, давайте будем относиться к этому объекту с великим почтением, потому что иногда приходится видеть, когда молодежь, когда там какие-то, наверное, несознательные, просто отдельные люди нарушают порядок, там катаются на велосипедах, на каких-то роликах, разбивают там эти мраморные плиты и так далее. Это очень выглядит некрасиво и недостойно. Уверен, что у нас большинство людей правильно понимает все это и будет именно в самых добрых наших традициях поддерживать вот такие объекты в хорошем состоянии. Вот, а теперь я перехожу к вашему ответу на ваш вопрос. Знаете, у нас тут как раз вопросы появились, звонки от телезрителей. В 2015 году будем отмечать 70-летие со дня Победы. Вера Васильевна спрашивает, какие мероприятия будут проходить в районе к этому дню. Может быть, какие-то особые, потому что наверняка будут такие традиционные. Несомненно. Значит, вот я, если тоже коротко сказать, что целый комплекс, большой комплекс мероприятий различного характера и организационно-массовых, и социально-политических, и культурных, и с конкретными категориями, и в первую очередь, конечно же, с ветеранами, с участниками тех событий. А настоящих фронтовиков, почему говорю слово такое, настоящих, именно тех, кто воевали, у нас, к сожалению, остается с каждым днем все меньше и меньше. Их уже меньше 200 человек вот на сегодня проживает в нашем районе. Конечно же, для них, в первую очередь, для вот их, наших героев, самых заслуженных людей, и будет сделано все для того, чтобы 70-летие они встретили как можно достойней. Будет много различных мероприятий. Я все даже сейчас боюсь перечислить, тем более, что вот в районе, на основании планов областных и федеральных, сейчас формируется такой большой комплексный план подготовки. К этому празднику, и я думаю, он станет достоянием гласности в скором времени. И каждый может там увидеть, что, где, как планируется и будет происходить, и к чему мы будем готовиться, если коротко. И вот еще благодарность. Ваш адрес Марина Анатольевна, воспитатель детского сада «Лесная сказка». Наверняка понимаете о чем. Да, большое спасибо за то, что ветераны присутствовали у нас на детских праздниках, посвященных Дню Победы. Вот в тему нашего разговора. Спасибо большое за теплые слова. Да, мы давно, знаю, поддерживаем с вами хорошие, добрые отношения. И с вашим учреждением образовательным, дошкольным и с другими будем и дальше продолжать также взаимодействовать и вместе воспитывать наших подрастающих молодых ребятишек. Но мы продолжим о дне сегодняшнем. Да, вот теперь же к тем событиям, которые у нас происходят. Я уже как и начальник организационного управления администрации района, вот здесь тему эту освещая и отвечая на ваш вопрос, хотел сказать, что район живет полноценной жизнью вместе и в тесном взаимодействии и с властью региональной, и с властью федеральной. Решает задачи, которые перед нами стоят, главные из которых это же, конечно, делать все, чтобы социально-бытовое самочувствие, климат в нашем районе был достойный. И чтобы люди, проживающие здесь, чувствовали себя комфортно и любили свою малую родину как можно сильнее, понимая, что о них тоже здесь заботятся. События, которые интересны, а их много, конечно, проходит, но вот вы сказали правильно, и о чем мы договаривались, что обязательно сегодня скажем. Это те мероприятия, которые проводятся, осуществляются сейчас в районе по расширению связей, контактов, взаимоотношений наших с другими муниципальными образованиями. И не только в масштабах Московской области, а и за ее пределами. Ну, к примеру, хочу сказать, что вот такое нестандартное, совсем недавно было принято решение руководством нашего района и Дмитровского заключить соглашение о расширении межмуниципального сотрудничества. С какой целью? Ну, Ленинский район всегда славился и был районом мощным, сильным, интересным, динамично развивающимся на юге нашей Московской области. Дмитровский район – это тоже такой же район крепкий, такой же экономический, самодостаточный на севере нашего региона. Установив вот такие более тесные контакты, заключив соглашение о взаимодействии, сотрудничестве, обмену опытом, мы будем дальше развиваться, учитывая наши не только интересы, но и наши достижения совместные. Наша делегация Ленинского района уже два раза побывала в Дмитровском районе во главе с главой района Сергеем Николаевичем Кошманом, приняла там участие в ряде мероприятий. Официально там же было подписано соглашение не только о сотрудничестве. Вот вчера буквально мы там побывали и был подписан документ, которым определено вхождение города Видное в Ассоциацию малых городов Российской Федерации. Что это значит вообще для нашего города? Да, Ассоциацию малых городов России возглавляет глава Дмитровского района Гаврилов Валерий Васильевич. Может быть это тоже было одним из шагов и элементов предложений его о вступлении города Видное как очень достойного города для того, чтобы в Ассоциации в этой жемчужном ожерелье малых городов России появилась еще одна своеобразная специфичная подмосковная жемчужина. Город Видное, который тоже имеет массу достоинств, массу успехов, массу интересных всяких достижений. Хотя по факту того, что вот он в 2006 году был признан самым благоустроенным городом Российской Федерации. Это город молодой. Допустим, по сравнению с Дмитровым, который уже образован в 12 веке, мы будем в следующем году отмечать всего-навсего 50-летний юбилей города. Но тем не менее, у него есть очень много интересных достижений. И вот мы уверены, что вступление туда его поднимет еще больше статус и в масштабах Московской области, и нашего региона, даже в целом государства. А у нас осталось не так много времени, но вот вы уже начали говорить о том, что муниципальное сотрудничество нашего города и района уже вышло за пределы области. И я знаю, что у нас появились друзья в Крыму. Встреча у нас была, приезжали к нам ребята. Есть и такое. Ну вот как раз в эту тему, в продолжение как бы разговора о нашем сотрудничестве, взаимодействии, могу сказать, что да, наш Ленинский район буквально не так давно заключил договор о сотрудничестве, взаимодействии, дружбе, помощи. С таким же Ленинским районом Республики Крым. Этот район расположен на очень интересном географическом месте. Он на Керченском полуострове, как раз граничит фактически через Керченский пролив с Краснодарским краем. И мост, большой мост, который планируется сейчас, это транспортное соединение фактически между Краснодарским краем и Крымом, как новым субъектом Российской Федерации, будет проходить через этот Ленинский район. Делегации от нашего района планируют посетить в ближайшее время Ленинский район Крыма, оттуда планируют приезжать к нам в гости. Но мы тоже взаимодействуем не только даже с этим районом, а у нас есть уже хорошие контакты с городом Севастополем, как по линии общественных объединений и в первую очередь ветеранских, так и молодежных. Вот молодежь Севастополя приезжала к нам в гости делегация, участвовала в футбольном турнире районном. У нас планированы тоже выезды туда на их территорию и участие в их мероприятиях. Одним словом, связи вот так мы развиваем. Поэтому, вот что хотел еще сказать, были, к примеру, очень хорошие связи, они продолжают развиваться у нас с Ростовской областью. Это объективно было вызвано тем, что наш глава района Васильевич Голубев стал губернатором Ростовской области. И контакты, связи и по линии культуры, и по линии экономики, другие у нас очень хорошие. Ну а теперь вот мы дальше идем по регионам. Поэтому буду надеяться, что эти контакты и будут и дальше расширяться. Кстати, Василий Иванович спрашивает, возможно ли наладить связь с ветеранами Крыма? Это было бы интересно. Уже предварительные есть договоренности, определенные через Московский областной совет ветеранов, что мы обсуждали с Виктором Яковлевичем Мазаровым, председателем Московского областного совета, с членами президиума нашего областной ветеранской организации. Я думаю, что вот в ближайшее время, наряду с контактами, которые мы планируем установить, расширить и как бы по линии всех общественных наших структур, в первую очередь будут и контакты по линии ветеранских организаций. Я думаю, однозначно, и будем посещать, и быть у них в гостях, они будут у нас, на наших мероприятиях. Спасибо. К сожалению, время наше подходит уже к концу. И напоследок от Раисы Фроловны Шлыковой большое спасибо за помощь и внимание членам общества инвалидов. Спасибо, Раиса Фроловна, за теплые слова. А Вам спасибо за интересный разговор. Вам больших успехов в Ваших делах, в делах, потому что дела Ваши действительно хорошие и очень важные. Спасибо. Спасибо Вам. И до новых встреч, уважаемые друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»